Здравствуйте, дорогие друзья! Рада вас приветствовать на нашем виноградном канале. Зовут меня Светлана. И сегодня мы с вами разговариваем об окончании брожения вина, о наших дальнейших действиях и об основных ошибках, которые в этот момент допускают начинающие виноделы и не только. Итак, первое. У нас закончилось брожение вина. Что нам нужно сделать в этот момент? В этот момент нам нужно убедиться, а действительно ли это самое брожение закончилось. Сейчас я вам показываю примеры, а потом мы с вами их обсудим. Смотрите, это у нас два абсолютно одинаковых вина, только разлиты в разные бутли. И в одном затвор, ну даже можно сказать чуть-чуть что-то там идет. И вот во втором, ну пока в обратную сторону развернуто. Но дело в том, что с утра прохладно, сейчас затопили отопление, чуть-чуть подогреется. И еще я просто уже знаю, что здесь будет легкое брожение. А вот смотрите, еще один примерчик. Чуть-чуть, да, затворчик развернут. Вот я, кстати, его сняла с осадка неделю назад. Но обратите внимание, уже полная емкость. Видите, пузырьки пенки. То есть еще брожение идет, да, но на последних стадиях. И именно вот такое брожение мы часто не замечаем. Поспешили снять с осадка, поспешили убрать на холод. Вот, ну в результате, на самом деле, могут не очень хорошие вещи быть. И нам надо постараться максимально дать возможность этому брожению завершиться. Ну вот, кстати, чтобы было понятно, температура сейчас 16. И посмотрим где-то через пару часиков. И вот, смотрите, пару часиков прошло. Отопление стало работать. И затворы тоже заработали. Вот, на другой бутыле смотрим. 18 градусов. То есть буквально небольшое повышение температуры. И брожение восстанавливается. Ну вот еще на этой бутыле покажу. Видите, пенки. Вот такие пенки говорят о том, что брожение все еще идет. Вот, спиртовое брожение. С этим видом я пока ничего не делаю. С осадка не снимаю, поскольку процесс еще не завершен. Ну, здесь маленькое тоже брожение идет. Пенки я показываю. Осадок здесь, смотрите, он небольшой. Поэтому я тоже абсолютно ничего не делаю. Ну, и как видите, все может быть не так просто, как нам кажется. И вот на этом этапе часто совершается ошибка. И у нее, скажем так, есть две крайности. Крайность номер один. Вот я вам показала. Нам кажется, что брожение уже закончилось. Все, мы быстро снимаем с осадка и уносим в холодное место. И мы не проверяем. Действительно оно закончилось. Не закончилось. Не пробуем, ничего не смотрим. Считается, все отбродило. И хорошо. Крайность номер два. Противоположное. Когда я действительно уже все отбродило, но почему-то хочется туда что-то досыпать, что-то с этим делать. Нет, нет, еще раз нет. То есть мы должны убедиться, что брожение закончилось. Кратко, как это сделать, я много раз в разных видео это повторяла. Но первое. У нас есть гидрозатвор. Вот такого типа, как я вам показала. Мы наблюдаем за ним. Именно наблюдаем. Это раз. Второе. У нас есть самый простейший прибор, виномер-сахаромер, поплавочек такой стеклянный. Ну, я уже снимаю все. В Минске приборы остались на даче, поэтому не могу показать. Но я думаю, все знают, о чем я говорю. Виномер-сахаромер показывает 0, либо отрицательное значение. Значит, весь сахар выбродил. Все, брожение завершилось. У нас нет ничего. Мы ничего не понимаем. Пробуем. Если нет, ну, во-первых, явного ощущения сахара. Конечно, маленькие дозы сахара мы можем не почувствовать на вкус. Но можно еще почувствовать легкое покалывание. Если легкое покалывание есть на языке, вот от газации, значит, брожение все же еще медленно идет. Ну, конечно, поверхность сусла. Если там есть хоть небольшие такие островки пенки, как слюнки, это тоже говорит о том, что спиртовое брожение еще не завершилось. Когда будет поверхность ровная, тогда все, процесс закончился. Что мы делаем в этот момент? В этот момент мы снимаем вино с осадка. Конечно, есть тоже много раз, мы об этом говорили, тоже такое радикальное мнение, что там чуть ли не каждые две недели надо снимать вино с осадкой, иначе оно там затухнет, задухнет, и все с ним будет плохо. И много раз я проговаривала, что на самом деле делать этого не стоит. Потому что в осадке не мертвые дрожжи. Ну, есть там, конечно, мертвые. Но достаточно там и живых дрожжей, которые работают. Более того, те дрожжи, которые там погибают, они являются и питанием для тех дрожжей, которые еще живые. Конечно, если у вас, например, ну, условно, вот такая бутыль, и там полбутыли осадка, бывает так. И этот осадок вас очень смущает, не вопрос, снимите с него. Только каждую две недели это не надо делать, и каждую неделю это не надо делать. Один раз сняли вот с этого толстого осадка, и пока что на ближайшее время, на там месяц-два, этого будет более чем достаточно. Единственный случай, когда мы снимаем с осадка часто, это особая технология, которая называется биологическое азотопонижение. И когда нам специально нужно брожение сделать очень медленным, применяется она для некоторых видов игристых вене, астиспуманты. Во всех остальных случаях делать этого абсолютно не нужно. Кстати, каждый сезон тоже я прибожу новый пример с осадком. Значит, смотрите, вот эта баночка, подношу ее специально поближе, вот, к тому, что здесь находится. Значит, обратите внимание, сверху, ну, конечно, сейчас немножко взбалтывается, светлая жидкость, потом, да, темная, ну, крышка, видите, какая, она не герметична, поэтому вот окисление и дальше идет светленькая зона. Никакой глобальной вони и каких-то очень неприятных запахов здесь нет. Правда, есть такой легкий запах копченостей, вот это как раз окисление, вот которое я вам показала сверху. Ну, это все стояло год. Причем стояло при комнатной температуре. Конечно, конечно, бывает действительно так, что по каким-то причинам осадок начинает пахнуть. Да, такое бывает, но, честно говоря, лично я в своей практике с этим не сталкивалась за уже там 6 или 7 лет, не отмечаю в календарике, да, но, повторюсь, такое может быть. И если вас очень сильно смущает толстые, большие осадки, да, вы можете с них снять вино. Если, ну, вот вы очень сильно волнуетесь за вот эти самые осадки, ну, вы можете вино открыть. От того, что вы его откроете там на 2-3 минуты, ничего страшного не случится, хотя тоже есть такая крайность. Понюхать, все хорошо, пахнет, все замечательно. Вплоть до того, что шланжиком можете опустить в осадок, чуть-чуть его слезть в какую-то емкость, понюхать, все нормально пахнет. Идем и спим спокойно. Все с нашим вином будет. Если же нас что-то беспокоит, нам запах действительно не нравится, что-то настораживает, конечно, в таком случае мы с осадкой снимаем. Ну, а что делаем дальше? Я уже немножко озвучила этот момент. Значит, мы сняли с осадка. Напомню, нам надо убедиться, что спиртовое брожение у нас закончилось. Если мы сняли раньше, уже у нас спиртовое брожение будет... Затворы, как правило, в этот момент уже не булькают. Перчатки опускаются, но это не значит, что брожение не идет. Сняли, да, раньше времени. Заполняем емкость. Уже можно практически до верха, потому что, напомню, брожение медленное. Можно вполне заполнить посуду максимально, но при этом еще оставить под затвором. В теплом месте. Не спешим выносить на холод. То есть нам надо четко убедиться, что спиртовое брожение у нас завершилось. Потому что, если оно не завершилось, ну, это не очень хорошо. Конечно, может ничего не случиться с вашим вином. Но все вот эти мифы о хранении домашнего вина, что оно превращается в уксус, что оно плохо хранится, это все связано с нарушением технологий. С тем, что мы слишком рано предпринимаем какие-то действия и мешаем этому самому вину дойти дальше. В тот момент, когда у нас закончилось спиртовое брожение, вот последних несколько дней несколько было таких комментариев, можно ли в этот момент добавить сахар. Когда слышу вообще про добавление сахара, у меня немножко глаз начинает уже дергаться. Зачем? Вот вопрос, зачем вы хотите его добавить. Если вы его добавите, если это будут конечные этапы брожения, оно может остановиться, но при этом найдется кто-то, кто вот этот сахар потом подъест и выделит вам что-то не очень хорошее. Либо вот вы добавили, да, для чего-то, не понимая для чего, ну, потом тоже брожение может возобновиться. Тогда, когда оно решит это сделать, ну, для вас это может стать сюрпризом, не всегда приятным. Поэтому ничего добавлять, когда у нас брожение завершилось, не нужно. Итак, мы с вами убеждаемся, что у нас все завершилось, мы снимаем вино с осадка, мы наливаем полную емкость. И сразу же, тоже большинство вопросов, и все мне нести на холод нет. Стоп, никаких холодов. Мы оставляем вино еще в тепле. На какой срок? Ну, это может быть месяц, может быть несколько дольше. Почему? Напомню, у нас есть два типа брожения. Спиртовое, когда сахар превращается в спирт, а еще есть у нас брожение яблочно-молочное, когда агрессивная, такая вот острая, скажем, кислота яблочная превращается в мягкую молочную. И превращается она в результате яблочно-молочного брожения, которое вызывает бактерии, живущие в нашем сусле, ну, уже можно сказать, в вине. Так вот, тоже много раз рассказывала про это яблочно-молочное брожение, я вам все ссылки оставлю, чтобы вы могли посмотреть более подробно. Сегодня мы разговариваем кратко, что нам делать, что нам не делать. Так вот, оптимум для этого яблочно-молочного брожения 20 градусов. А свойственна ему такая штука. Если оно началось, оно может начаться вместе со спиртовым. Это брожение, оно идет с выделением углекислого газа, но это выделение, оно очень слабенькое. Вот единожды начавшись, оно будет продолжаться, но может продолжаться очень-очень долго, может продолжаться несколько месяцев, плотно чуть ли не до года. Если вы вот только у вас все отбродило, слили с осадка, сняли, да, и отнесли на холод, в этом самому брожению, яблочно-молочному, не даете нормально завершиться. Мало того, у вас спиртовое может еще не до конца закончиться. Так? И это не завершится. А потом когда-нибудь, не, ну, если вы в ближайшее время планируете все выпить, то вам, конечно, ничего, скажем так, не грозит. Но если вы хотите ваше вино похоронить, то потом вот эти все недоброды и незавершенные процессы могут вылезти. В какой момент? Ну, может быть, не совсем удачно. А так как выделение углекислого газа на этом этапе минимальное, мы либо закрываем затвором по типу сообщающихся сосудов, можно закрыть крышкой, если вы, например, используете 10-20 литров стеклянную бутыль с винтовой крышкой, вы смело можете закрыть, ну, где-то раз в недельку. А хотите эту крышечку проверяйте? Не надо ее открывать полностью и лазить туда. Хотя тоже в этом страшно, ничего не будет. Вот, открутили. Если там какой-то газ собрался, оно пшикнет. Пшикнули, газ выпустили и назад закрутили. Все элементарно и просто. Хотите перчатку? Окей, берите перчатку, только уже целую, без дырочек и натягивайте максимально плотненько. Тоже, как вариант, может быть. То есть, что есть под руками, тем и закрываем. Ну, конечно, вот эти пластиковые затворы, они наиболее удобны, они наиболее информативны, и вам все видно, что вообще с вашим вином происходит. И несколько минут назад я вам сказала такую фразу, что если вы собираетесь в ближайшее время все это выпить, то, может быть, вам это не совсем надо и ничего страшного, если не доброт. С одной стороны, действительно так. С другой стороны, яблочное молочное брожение, напомню, улучшает вкус вина, вкус становится мягче. И ваше вино, которое вам сейчас кажется кислым, и вот вам хочется туда чего-то сыпать, может в итоге стать и не совсем кислым, а приятным, питким и вкусным. Поэтому мы не спешим, поэтому мы оставляем, чтобы вот этот процесс завершился так, как ему нужно. Потом, когда вот этот процесс завершится, мы уже уносим на холод для выпадения винного камня. И тоже кратенько скажу, что выпадение винного камня и яблочно-молочное брожение связаны между собой. Потому что, когда яблочно-молочное брожение пройдет, то выпадение винного камня будет более полным. А если оно не дозавершилось, камень частично выпадет, а потом когда-нибудь частично выпадет еще. Ну, конечно, опять же, если мы не собираемся долго хранить, то, может, для нас это не совсем важно, но ведь мы делаем для себя. И в первую очередь, для чего мы вообще делаем вино? Чтобы нам было вкусно. Так давайте дадим ему возможность быть для нас вкусным. А для того, чтобы это получилось, надо немножечко набраться терпения, не торопить события и не делать лишних действий. И еще один момент, который я забыла вам озвучить, значит, мы с вами ведем речь о сухих винах. Если вы в процессе добавляли сахара по каким-то там непонятным рецептам, у вас соображение остановилось, никакие танцы с бубнами уже не помогают, при этом вино сладкое, может, вам это нравится, может, это вам не нравится, что с этим делать. Ну, во-первых, это не примет нашего сегодняшнего разговора. Сделать с таким вином что-то достаточно сложно. Ну, что для того, чтобы понимать, что с ним делать, надо понимать, что было в начале, что делали на этапах, какие цели преследовали, то есть, ну, много-много факторов. Так говорить наугад, это пальца в небо. Ну, конечно, вот такие вина, если там есть сахар, их надо стабилизировать, потому что кто-то этот сахар съест. И не факт, что вам это понравится. Поэтому, да, для таких вин идеально это холод, яблочно-молочное брожение для них это плохо, то есть там, да, мы снимаем с осадка, там мы выносим на холод, но там надо думать о том, как их стабилизировать. Это может быть пастеризация, это может быть добавление серы, это может быть спиртование, но, повторюсь, это не тема нашего сегодняшнего разговора. Просто если вы вот такое сделали, то тепло все-таки не для вас. Значит, выносите на холод и желательно, ну, как бы, чем холоднее, тем лучше. До нуля вполне нормальная температура, то есть, а так, по крайней мере, ну, это вином будет, ну, плюс-минус. Потому что в таких случаях, да, без понимания, что, чего было и как, ну, давайте какие-то советы. То есть, еще раз кратко, убедились, что отбродило, сняли с осадка, полная емкость, оставляем в тепле, приблизительно на месяц, и наблюдаем, что происходит. Идет выделение углекислого газа, или не идет. Уже после того, как мы видим, что все, никаких выделений углекислого газа, там больше нету, ничего не пшикает, ничего не выделяется. Да, только тогда мы переносим в прохладное место, если оно у нас есть. Если нету, то тоже вот много поступает ваших вопросов, у меня нет холодного места, я все делаю в квартире, оставляйте в квартире. Если вы нормально дали вашему вину завершить все процессы, прекрасно. А вообще о хранении домашнего вина, о мифах, которые ходят вокруг этого хранения, о сохранности, мы обо всем этом с вами поговорили, я думаю, что, наверное, ближе. И также может возникнуть вопрос, а я уже вынес, что мне делать, занесите обратно в тепло. Не надо его там как-то нагревать, не надо его как-то пытаться реанимировать, нет, занесите в тепло, и пусть оно в тепле стоит тоже некоторое время, месяц-полтора, потихонечку наблюдайте за ним, но дайте всем процессам завершиться. И скажем так, чем раньше вы его с холода заберете, если вы уже туда вынесли, тем лучше, и тем быстрее вот эти самые процессы возобновятся. Как всегда напоминаю, залог хорошего вина и секрет успеха винодела в выдержке самого винодела. И даем вину время. Ну а я с вами прощаюсь, большое вам спасибо за просмотр, подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии под видео, нажав кнопку еще, ссылка на каталог наших сортов винограда и мои контакты. И до новых встреч!